всем привет из калифорнии всем моим друзьям подписчикам всем сделаю видео у елочки потому что мы сегодня ее убираем уже игрушки я вчера убрала сегодня верит будет разбирать вот и поэтому последние деньки с такой красотой видео хочу сделать об американском сервисе здесь и моих проблемах как бы таких неудовлетворенных что ли это такие вещи которые я не могу сделать из-за того что у меня плохой английский и я вот расскажу так что вернее скажу все это знают что в америке любой труд ценен здесь уважает любого человека который работает неважно на какой работе главное начать главное стараться там за 8 долларов и не знаю за 5 долларов кто как но тебе никогда там не скажу что ты там отстой укладываешь допустим мешки продукты которые покупают американцы или там эту корзину ты довозишь до машины но всякие такие вещи или за пожилыми людьми ты ухаживаешь знаете здесь вот правильно у меня сказала одна знакомая что когда она написала свои там допустим так представим визуально своей подруге написала что да я здесь работаю за пожилыми людьми ухаживаю в специальном центре и это написала есть что какой позор ты уехала в америку для того чтобы ухаживать за пожилыми людьми и вот она написала тогда говорит вот поэтому у нас стране и брошенные дети и старики потому что у нас вот такое отношение это считается вообще стрёмом ухаживать за пожилым человеком понимаете это получается люди выкинутые за борт общество государства и они никому не нужны и получается если ты у нас стране ухаживаешь за пожилыми то это позор вот это позор слышать такие слова и нужно очень задуматься над этим потому что здесь в америке насколько я знаю нету нет детдомов не детдомов не вот таких вот брошенных пожилых людей стариков которые знаете тут умирает в полном одиночестве и в своих домах и которые там никому не нужны здесь все пристроены и здесь за каждым пожилым человеком найдется человек который будет ухаживать это оплачивает государство и поэтому здесь никогда такого ты не услышишь ну естественно никто не отменял на статус никто не отменял у нас деньги и понятное дело что здесь и в америке то же самое это все приветствуется это здорово если человек там двигается по жизни и добивается чего-то и начинает с низов это особенно все приветствуется и вот здесь есть такие передачи я периодически рассказываю вот рассказывала там 90 дней невеста с мы смотрим передачу потом здесь начали смотреть в этом году почему-то я только увидела она смысл такой что здесь есть естественно как и везде боссы и у них допустим сеть каких-то предприятий там работают вот эти вот приезжают которые с разных стран мексиканцы там пакистанцы русские вот которые начинают свой путь с таких низов и естественно как бы когда ты босс ты уже не знаешь проблемы какие у тебя на предприятии что испытывают твои работники чем они дышат чем живут ты просто устанавливаешь правила все там уже работайте как хотите и здесь ввели вот такое шоу сделали естественно элементы шоу есть но это как бы реальность такая и женщина босс или мужчина босс его там допустим мужчину бреют усы сбривает полностью меняет внешность там кепку какую-то бейсболку одевает или женщину босс тоже показывают там и кудри какие-то набили тоже какую-то кепку драную одели в общем это конечно деловая такая женщина в жизни а из нее делают вот такую вот не причем ни о чем новую женщину которая пришла там только на работу устроилась и вот я два выпуска посмотрела мне очень понравилось мужчину сделали полностью побрили он как бы большой босс у него сеть вот этих кафе там по моему картошку фри делают вот эти гамбургеры и он пришел на работу и он должен был смотреть вообще как работают работники и многие блогеры уже рассказывают что приходя здесь на работу тебе вот людой тоже мне рассказывала которая работает мессис из ронар парка что здесь тебе идут поинты за то что ты помогаешь но в пришедшем что ты им показываешь как работать что ты как бы их встречаешь в коллективе как будто тебя давно ждали и всячески помогаешь конечно все люди разные здесь в америке тоже есть такие которые ненавидят эту работу я позже расскажу как я тут с этим сталкиваюсь но политика такая ты должен помогать вновь прибывшему ты всячески как бы его там должен встретить радостно и счастливой и никогда там допустим не не кричать на него там не заставлять делать какие-то вещи которые его унижают и вот этот мужчина босс пришел там в небольшую такую где картошку фри делают гамбургеры и его начали там заставлять и повы как-то грубо подтирать там потом он естественно раз он только пришел он еще ничего сообразить не может медленно работал в общем получилось так что у него на предприятии работают такие очень не хорошие молодые люди и потом после этого там неделю он по моему работа или два дня не знаю и после этого вот этих работников всех вызывают на беседу к нему, и он уже сидит как босс, и эти, конечно, приходят, они в шоке. Блин, что я наделала? Как я с ним разговаривал? Как я его унижал-то? Или наоборот приходят, господи, слава богу, что я к этому человеку очень хорошо относился. А вот эти боссы, они находясь в этой атмосфере, когда там работники работают, это же работники начинают как бы озвучивать свои проблемы, свои какие-то ситуации, тем более, что тут любят об этом поговорить. И босс понимает, что люди такими усилиями приезжают на работу, еще что-то. И вот у этого мужчины очень много работало людей, вот таких не очень хороших в его сети, вот этих вот по питанию кафешек. И потом те выходные мы смотрели, женщина-босс также ее нарядили, она тоже пошла там печенье продавать, торты всякие делать. Ну вот у нее тоже сеть вот таких вот. Небольших кофейни. И у нее наоборот были очень хорошие девочки, молодой человек, которые, знаете, ее встретили хорошо и все помогали. И как бы рассказывали там о каких-то своих проблемах жизненных. И вот она это все слушала. И как бы получается, человек с высоты опускается внизы вот эти, и он видит вообще, чем дышат его работники. И получилось так, что она, ну, вернулась как бы на свою должность эту, и у нее произошло вообще там переосмысление вообще всего, потому что на последней работе, которую она пришла там в кафе, печенье продает, там, по-моему, 45 секунд давалось на каждого клиента. И она, естественно, она не успевала, и она ничего понять не могла, что за правила, кто придумал эти правила. Это правило придумала она, ее команда. И за эти 45 секунд она не успевала сказать человеку, который подходит, там, как у вас дела. Ну вот у них обычные вот эти фразы. Ты просто спрашиваешь, что тебе надо там, допустим, он покупаешь, быстрее ему его откидываешь, эту продукцию, и до следующего покупателя. И это все неправильно. И вот девочка говорит, тут, говорит, камеры стоят, и говорит, ты должна успевать в эти 45 минут, и она понимает, что это невозможно. И вот так вот, приходя на каждое свое предприятие, она как бы сталкивалась с какими-то проблемами. И там, допустим, работники какие работают. Одна девочка там ездит чуть ли не 2 часа до этой ее пекарни, и у нее старущая машина, там, кто-то там, у кого-то брат болеет, кто-то там с другом не видится, потому что на работе день и ночь здесь работает за эти там 8 долларов, знаете. И как бы она потом приходит, и у нее проходит переосмысление. И самое главное, что в этом проекте, когда вот эти вот работники, которые показывают себя с наилучшей стороны, которые очень терпимо относятся вот к таким людям, которые вновь только приходят работать, которые помогают, которые как бы не крикнут, там, не унизят. И их потом вот эти боссы, они их награждают. Там, допустим, вот девочка, которая ездила на машине там 2 часа на старущей, ей машину подарили. Потом вот девочка другая, тоже очень такая хорошая, у нее такая сложная семейная ситуация, и она выучилась там в каком-то кулинарном техникуме или что-то, имеет хорошую профессию, но не имеет денег открыть свой бизнес. И вот ей, допустим, дали там 20 тысяч долларов на открытие ее бизнеса. И вот такие вот вещи, там мальчик, ну, в общем, вот тут поощряется вот именно доброе отношение, понимающее, помогающее к тем, кто только приходит к тебе на предприятие. И за этим как бы следят, и я говорю, что я это только не по телевизору даже это слышу, а вот Люда рассказывала, как у них в Мэйсисе все это очень поощряется и отслеживается. И, естественно, раз я по своей работе хожу много по магазинам, я здесь сталкиваюсь со всякими ситуациями. И ясно дело, что здесь тоже всякие люди, которые, знаете, и злые, и ненавистные, и ненавидят всех покупателей, они существуют, у меня немного было таких случаев, но я расскажу их. Впервые я с этим столкнулась, когда пришла в бутик ГЭС, там, в принципе, вообще все такие очень приветливые, ну, тут навязчивость определенная есть, но все время подходит, спрашивает вам помочь, если, говоришь, не надо, все, они отходят, не привязываются. И у меня была футболка, которая там, блеска отпала, я ее должна была вернуть, ну, как бракованную. Я подошла к кассе, говорю, у меня ретерн. Видимо, мой язык не дал ясности того, что я сказала, ретерн. Для меня это все ясно и понятно. И я уже взяла другой товар. И получается, что девочка не поняла, что у меня ретерн. И взяла мне эту футболку, посчитала вместе с новыми вот этими товарами. Я говорю, вы мне вычли вот эту вот футболку? Она говорит, а что это? Я говорю, это ретерн. И все. И рядом с ней стояла мексиканка, девочка. Красивая такая. Она так зло на меня пострела и говорит, а мы не принимаем обратно. Я говорю, почему? Она говорит, мы не принимаем. Я говорю, вычтите мне этой суммы. Ну, естественно, со своим этим слабым английским. И вот столько ненависти было у этой мексиканки. И она как бы, две девочки мексиканки были. И она вот этой своей напарнице что-то на мексиканском сказала, откинула эту футболку назад. И все, выдали мне чек. Я поняла, что они мне вычли. Сажусь в машину и смотрю, они мне вот эту футболку, которую я им вернула, все-таки приплюсовали. И она, видимо, той сказала, что пусть идет нафиг, мы вообще эту футболку вычитать не будем. Ну, судя по ее движениям, по ее выражению лица такому ненавистному. И, естественно, в этой ситуации ты понимаешь, насколько у тебя слабый английский. Потому что, если тебе надо выяснять вот какую-то такую ситуацию, что это же понятно. Тебе, если на русском даже языке нахамят, ты теряешься. А что говорить об английском? Они даже начинают быстро еще говорить. И ты должен аргументировать вот это вот все, понимаете. Я, конечно, всегда в таких случаях, так скажем, действую. По-другому я и в России тоже так же действовала. Потому что, знаете, опускаться до этого уровня, там с пеной и слюнями у рта, кричать, что заберите, почему вы не имеете права там. Это не всегда действенно. Спокойно просто, допустим, спросить, а почему не возвращаете. А потому-то вот. Вот потому-то, потому что это должны, они без проблем вернуть. И все, и ты понимаешь, что это стена, что тебе нужно идти дальше. И я в таких случаях всегда делаю. Я или звонила руководителю этого бутика, который заинтересован, чтобы у него продавался товар в России. Или, допустим, там письмо писать. Все, это всегда срабатывало. Это срабатывало всегда. И вот этих вот таких вот нехороших продавцов, там или увольняли, или наказанием какое-то давали, я уже не знаю. Главное, что это всегда у меня работало. Это также было и в магазине, там в продуктовом. Звездный у нас был, где я жила. И приходишь, никогда не было продавца, который продает эти фрукты, овощи. И стоишь там 15-20 минут, к тебе никто не подходит. Я раз пришла, вот так вот простояла, ушла. Причем начинаешь просить, там, знаете, никому дела нет. И потом в итоге я взяла, просто позвонила начальнику. И все, вопрос решился моментально. Продавец там всегда стоял. Потому что это делают уже сами работники, которые работают вот на этих должностях. И все. И вот я села в машину, и я понимаю, что я, конечно, должна была отстоять вот это вот свое. Но меня останавливает мое вот это вот ужасное незнание английского языка. Потому что я понимаю, что это мало того, что ты в стрессе как бы находишься, ты еще должен знать какие-то слова, которые ты должен употребить, которые ты, в принципе, не употребляешь в обычной жизни. В общем, проблема английский язык. Я это пережила, плюнула на это, потому что, ну, что тут еще делать? Пришлось перешагнуть. Потом у меня следующая здесь ситуация такая нехорошая сложилась. Но я хочу ее как бы все-таки дорешить, потому что это уже тоже идет ненависть китайки ко мне. Я здесь хожу, покупаю в магазине Томми Хилфигер продукцию. И понятно, что каждый американский бутик, каждый магазин, он заинтересован продать свою продукцию. Каждый дизайнер. Это естественно. Потому что они для того ищут, чтобы это все продавать. И естественно, они радуются каждому такому покупателю, который приходит и покупает много. Вот взять вот бутик Кельвин Кляйн в Сан-Франциско. Это ведь они так мне радуются. Они мне звонят, пишут смс-ки. Потому что, естественно, что Кельвин Кляйн, он щет эту одежду для того, чтобы она продавалась. Он делает на этом деньги. И если Кельвин Кляйн узнает, что в его магазине сидит продавец, который пришли, допустим, там купить 5 кофт, а она скажет, нет, я только одну вам продам, потому что вы мне не нравитесь. Кельвин Кляйн ее бы уже давно бы уволила. Но Кельвин Кляйн об этом не знает. Так вот, у меня такая ситуация с бутиком Томми Хилфигер. Я когда раньше туда ходила, там работает китайка. Такая не очень приятная. И здрасте, здрасте. И вдруг в какой-то момент ее стало бесить, что я там покупаю, допустим, больше 5 вещей. А как ее это стало бесить? Просто разговаривали. Я говорю, у меня свой, говорю, бутик. У меня есть, говорю, бизнес Лансенс. Я говорю, как бы онлайн-магазин имею.